Еще год назад, чтобы добраться из Зашекснинского района в Индустриальный, к примеру, на Ленина, утром нужно было минут 10, ну максимум 15. Сейчас же, чтобы не опоздать, нужно в три раза больше времени. А если на пути мелко ДТП, то готовьтесь провести в дороге час-полтора. А если не одно, а несколько, то можно смело рассчитывать на длительное путешествие часа на два. Пока через Шексну не будет второго моста, исправить ситуацию в корне вряд ли получится. Переправу обещали построить, как только выделят деньги из федерального бюджета. От своих слов власти не отказываются, но как долго придется ждать того, по чем подписались первые лица города, области и страны, неизвестно. Такую поддержку я постараюсь вам договориться. Спасибо большое. Люди то и дело говорят о понтонной переправе. Не наши истории, отвечают эксперты. Летом это будет мешать навигации, а зимой слишком затратно. Если вы хотите сказать, что хочу хрустальный мост, к завтрашнему дню, вы знаете, я не волшебник. И средства Дорожного фонда концентрируются не в городском бюджете. Мы сейчас не получатели транспортного налога. Он полностью поступает в территориальный Дорожный фонд. План Дорожного фонда сформирован на три года вперед. Возможны корректировки, но мы реалисты, мы прекрасно понимаем, какие объемы до Череповца будут доведены, сколько средств мы получим, на какие цели. В этом году Череповец получит порядка 257 миллионов рублей. На эти деньги планируется закончить ремонты Победы, Краснодонцев, рассчитаться по контрактам с Дорожниками за 2012 год. А вот через три года должна появиться новая развязка при съезде с Октябрьского моста. Она замкнет Рахи и Октябрьский проспект. А что сейчас? Как вариант, в час пик на перекрестке поставить регулировщика. После недавней пробки из-за аварии, когда автобус снес светофор, такую возможность прокомментировали в ГИБДД. В темное время там поставить одного регулировщика, его никто не увидит. Три направления и три все существенные направления. Тем не менее, сегодня утром проезд перекрестка Октябрьский-Матуринская под четким руководством сотрудника ГИБДД был куда быстрее, чем обычно, уверены горожане. Еще одна возможная мера борьбы с пробками – изменение движений по улице Ленинградской. Одним из вариантов улучшения ситуации является пуск автобусов по улице Ленинградской на участке от Батюшкова до Октябрьского навстречу основному потоку, то есть от улицы Батюшкова к Октябрьскому проспекту. Это позволило бы всем пассажирам автобуса 27 маршрута экономить каждое утро в час пик примерно 5-10 минут своего времени. В вопросах транспортной логистики именно у общественного транспорта будет приоритет. Бонусом станут специально выделенные полосы для автобусов. Выбор останется за череповчанами – быстро на общественном, либо на личном, со скоростью потока.